Для кого-то новогодняя ночь и праздничные салюты радость, а для кого-то настоящее мучение. Среди нелюбителей фейерверков и владельцев животных седут, что для их питомцев уличные взрывы, петарды – настоящий стресс. Некоторые в панике сбегают. В самом худшем случае в таком состоянии они попросту могут угодить под машину. Некоторые обращаются к ветеринарам, которые готовят для них препараты, помогающие легче перенести шум. В интернете, между тем, появилась петиция с требованием напрочь запретить у нас фейерверки. Что думают об этом граждане, узнаем в нашем следующем материале. Этот мужчина живет в центре столицы. Дома у него 15 кошек и 2 собаки. Говорит, что уже много лет канун Нового года становится для него настоящим испытанием из-за фейерверков, которые сильно пугают его животных. Очень большой стресс. Для меня это проблема. Ужас, что творится, когда начинают взрываться петарды. Я не знаю, как их успокоить, как спрятать, сделать им бункер хотя бы на тот момент, когда на улице громко. Петарды и салюты – большой стресс не только для некоторых людей, но и для животных, уверяет Сергей. И пока одни так развлекаются, другие теряют своих питомцев, которые из-за шума пугаются, убегают и теряются. В прошлом году под Новый год я приютил около 19 котов. То есть я поймал их и вернул в семьи. Кто-то пришел за ними, у других хозяева так и не нашлись. За две недели до Нового года некоторые уже пытаются что-то придумать для своих животных, чтобы те не пугались от праздничных салютов за окном. Одно из решений – обратиться за квалифицированной помощью к ветеринару. Мы готовим их, если они в возрасте, обязательно даем антидепрессанты, подготавливаем, если у них есть проблемы с сердцем, даем необходимые препараты. Редко, когда к нам после этих процедур вновь обращаются. При этом ветеринар говорит, что хозяева должны очень внимательно относиться к поведению своих животных и заботиться о питомцах в эти очень неприятные для них моменты. При фейерверках и очень громких взрывах животные, которых держат в домах на земле, даже поводки перегрызают. Они в смятении убегают, пытаются где-то спрятаться, попадают под машины. На Новый год очень много животных так погибают. В интернете, между тем, появилась петиция с требованием запретить у нас продавать фейерверки. Сторонники этой идеи говорят, что они негативно влияют на окружающую среду и травмируют животных психологически и физически. А власти призывают подать примеры и отказаться от традиционного праздничного салюта в центре столицы. Как будто праздники и салюты, и все громко и красиво. Но на самом деле, когда ты видишь, что хозяйские животные, собаки выбегают со дворов, на моих глазах это было, бездомные животные, они просто бегут и прыгают под машины. Хотим, чтобы они своим примером показали, что встречать Новый год можно иначе. Отказаться от фейерверка и выбрать что-нибудь другое, например, лазерное шоу. Однако противники идеей запретить фейерверки говорят, что дети ждут этого момента целый год и было бы плохо не устраивать для них это торжество. Все же дети ждут и не столько праздничного стола или сладостей, сколько фейерверков. Мои дети также. Для детей интересно, думаю, они ждут. То есть вы не за полный запрет фейерверков? Нет, в 12 часов ведь все знают про салюты, никто в это время не спит, чтобы ругаться потом на шум. Бывают и более серьезные случаи, нежели эти фейерверки. В управление культуры столичной мэрии, между тем, нам сообщили, что ни в прошлом году, ни в этом муниципалитет устраивать фейерверк не будет, но по другой причине, нежели отмечается в петиции. Не будет в этом году. А по какой причине? У нас пандемия, и это слишком большие затраты. Инициаторы петиции заявили о намерении передать ее правительству и надеются, что их услышат, а фейерверки в нашей стране полностью запретят.